И снова всем привет! Добро пожаловать, ребята! И давайте продолжим проходить Нир Реинкарнэйшн. Впереди у нас вторая... Точнее, второй акт, четвертая глава. Переходим ко второму персонажу. Давайте с ним познакомимся. Реинкарнэйшн Итак, походу сообщения сейчас будут. Привет, давно не виделись. Я рад, что с вами. Порядки вам удалось восстановить солнце. Но вы не совсем довольны тем, как все закончилось, не так ли? Чего вы желаете? Чего вы хотите получить, восстановляя прошлое певицы? Возможно, пройдет немало времени, прежде чем вы все поймете. Вы должны продолжать. Когда ваше второе я попытается исполнить свое желание. Какая судьба постигнет вас? Итак, вот и вон. Где? Где? Я покинул библиотеку, а затем... Алло, это Изукитян? Кто это? Откуда вы знаете мое имя? Пока что, ни о чем не беспокойся. Я буду направлять тебя, хорошо? Так что просто иди прямо. Господи, этот голос... Направлять меня. Где я? Это место называется клетка. Просто иди прямо по этому пути, хорошо? Что с этой комнатой? Видишь две двери вдоль задней стены? Направляйся к белой. Серьезно, к белой. Хорошо, вот я подошел к белой двери. Что теперь? Эм... Ой, прости. Ты должен пойти через черную. Что это? Хорошо. Ну, с таким голосом стоило ожидать, что это у нас будет. Какой-то тролль. Итак, а теперь... Проходи. Это что за место? Я сплю. Итак, ты видишь в небе луну, верно? Дело вот в чем. Луна в этом мире вроде как разбилась. Луна разбилась? Луна разбилась. Как это работает? Это будет. Я бы хотел, чтобы Юзуки-чан не... Ну... Я бы хотел, чтобы ты сделал... Эй, алло. Она положила трубку. Полагаю, я просто буду продолжать идти дальше. Так, мобилка еще недоступна. Ладно. Так, ладно. Пока что мало понятно. Здесь кто-то есть. Ай, я просто не понимаю все эти телефоны. Почему звонок прервался? Эта кукла разговаривает? Так, это... Ты мне позвонила ранее? О, Юзуки-чан. Меня так рада видеть тебя целыми невредимым. Можешь назвать меня мамой, хорошо? Я покажу тебе путь. Так что просто следуй за мной. Я не могу в это поверить. Хотя в оригинале он просто задался вопросом, что все это значит. Слушай, я очень хочу домой. Да не беспокойся ни о чем. Просто следуй за мной. Да не это я имел ввиду. Лифт. Лифт. Да? А теперь запрыгивай. Пока я буду рассказывать тебе все подробности. Ну, погнали. Ну, Алекс. Ну, можно и так считать. Хотя, блин. Я даже не знаю, как воспринимать эту мысль. Монарх просто маршировал во имя своих убеждений, не зная даже их формы. Безглазый монарх. Отрывок 13. Час спустя. Да, здесь действительно очень темно. Ну, в зависимости от того, где ты находишься в клетке, иногда наступает ночь, а иногда идет дождь. Итак, думаю, я рассказал тебе почти все, что тебе нужно знать. Ты ведь понял, что тебе нужно сделать в этом мире, верно? Ну, в общих чертах. Отлично. Фотки. Ничего. Сообщение. О, сообщение от мамы. Сегодня я чувствую себя намного лучше. Ты можешь зайти в больницу? Так, ребят. В реальном мире мама у него в больнице? Я сейчас в школьной библиотеке. Но скоро приду. Тайфун намного более сильный, чем я думала. Не волнуйся, если сегодня не сможешь прийти. Да все в порядке, я почти пришел. Прости, но сегодня мне нужно работать. Увидимся завтра. Так, Маэда с работы. Поменяйся со мной сменой в эти выходные. Хорошо, спасибо. Я расскажу боссу. Йоу. Разве я не сказал тебе прийти на 20 минут раньше? Ой, прости. Я уже иду. Сегодня меня не будет. Болею. Так, и... Ну, ребят, в отличие от Хины, у него контактов, как вы видите, мало. Точнее, сообщений. Лишь 4 человека. Мама. Маэда с работы. Еще кто-то. Так. Ну, Салар, ну да. Так. Мне нужно найти лунные фрагменты, которые я могу получить, восстанавливая прошлое. Они своего рода награды за мои действия. И ты проведешь меня через ряд... Каменных зданий, которые вы называете Крептами. Верно? Это уже слишком мета, Ю. Я прямо потею. Ты что-то сказала? Так, ладно. Походу, с мамой будет весело. Так, мама классная. Ну, я вижу, всем уже понравилось. Ну, они еще такой прекрасный голос подобрали ей. Ну, в смысле, сэю. Значит, это темное пугало. Что я должен сделать, чтобы исправить... Прошлое внутри него. О, блин, я забыла. Я думаю, ты должен... Что за... Ну, Салара, она рассказала то, что не забыла. Доказательства... Нуля. Зеро. Благородная тьма. В нашей стране наука дошла до того, что искусственный интеллект управляет населением. Когда бушевала война, одна девушка пела, чтобы вернуть людям энергию и радость. Некоторые не соглашались с ее действиями, считали их неуместными для военного времени. однако она осталась верна своим убеждениям и решила продолжать петь. Но затем, в тот же день, она встретила другую девушку. Пыль и порох клубятся среди городских развалин. В воздухе висит тяжелый запах подгоревших схем. Когда-то здесь жили люди, а теперь солдаты, которые ждут удобного случая, чтобы нанести удар. Рядом с ними стоит одинокая девушка, которая выглядит очень не к месту. По ее сигналу солдаты заряжают оружие бронебойными пулями. И когда она подает второй сигнал, вспышка охватывает все вокруг. Затем следует град из пуль. Пламя вырывается из дула, разрывая остатки руин. Девушка смело идет под перекрестный огонь. Однако, она цела и невредима. Ведь она не из плоти и крови, а голограммы. Подтвердив расположение вражеских солдат, она сообщает об их расположении своим союзникам. Стратегия работает с потрясающей эффективностью. Интересно. Ну, волк, тезе. Ну, как мы видим, эта девушка похожа на нашу предыдущую. И они должны встретиться. Победа досталась благодаря решимости и контролирующей страну. А-а-а. И вот, когда битва закончилась, симуляция главы государства предлагает новую тактику. Установите мины под трупами врагов. Этот безжалостный план направлен на то, чтобы свести на нет эффективность любого подкрепления. Но люди смирились с ее жестокостью, ведь они знают, что в погоне за совершенством она пожертвует всем. И что она делает это ради их блага. И что правит тут всем. Вот как. Значит, она. И что правит тут всем. Окей. Посмотрим, как дальше все будет развиваться. Так. Понятно. Если это были воспоминания о прошлом, это значит, что мне придется испытать на себе жизнь этой женщины в черном. Какой ты умный. Узубь-тян. Может быть, даже слишком умный. Окей. Нужно было пройти и с пользой науки. Чуть не обратилась. Кроме. Это место действительно очень обветшалое. Надеюсь, дорога тут не рухнет. Надеюсь, это не так. Третьего акта. Третьего акта. Третьего акта. Так, готово. Один барьер, еще второй. Темные воспоминания. Третьего акта. Третьего акта. Третьего акта. Третьего акта. лим в этой игре столько тлену что когда даже там особо и шутить не хочется и даже особых тем для разговора нету да и вот что делает тлен так готово так призыв по главам в полночь сбрасывается вот это был отличный сон это только что было а стоп подожди секунду какого спать в твоем фартуке это лучшее чувство на свете мамочка какого у тебя есть ребенок да меня зовут ребенок приятель и не забывай это можешь называть меня миленьким или лапушкой или еще можешь использовать какое-нибудь обращение если ты это сделаешь что я действительно переломаю тебе ноги малыш предупреждаю а то пожалуйста язык тян никому не говори что я привела ребенка на работу в этом месте одно за другим прям происходит ну ребят было очевидно что с мамой будет весело ну да весело здесь кромешная тьма даже лунный свет не проникает эй я так и думал я так же не могу использовать подсветку телефона тогда предоставь это мне вперед мама я свищу тебе путь блестящий не так ли так блестящий хотя тут уже ярко что едва могу на тебя смотреть по каким законам физики это работает я укажу тебе путь так что следуй за мной это место вызывает у меня мурашки по коже я думаю здесь мы можем идти вперед что случилось я думал это монстр но это было просто пугало прости за это а теперь приступим к работе так выйти в историю ну савар скорее всего они еще через менюшку доступно тень и оттенок выполнил свою задачу и возвращается в город со своими солдатами в этот момент поступает несколько сообщений у нее полно дел связанных с управлением ну собственно вот захваченный солдат наконец то выдал информацию так как поступить подтвердить правоподобность а затем избавиться от него или же используйте его для того чтобы угрожать другим пленникам ну ребят цифра 1 в чате это левый вариант цифра 2 в чате это правый вариант нормально так у нас выборы так 1 а не все таки 2 побеждает так используйте его чтобы угрожать другим пленникам так следующий мы обнаружили записи о том что доступ к нашим камерам наблюдения был получен неизвестным лицом так выполнить поиск в строке автоматные программы или же добавить к материалам видео отслеживающие маркеры ну или следы ну даже не знаю будет лучше первый наверное второе как бы и то и другое надо сделать ну по хорошему вообще все у меня есть отчет о новом оружии с неполноценными настройками неполноценными ее взгляд становится таким же холодным как и воздух вокруг мужчина пытается извиниться за свою неосмотрительность но уже слишком поздно она больше всего на свете ненавидит слово неполноценным и не пыталась скрыть своего презрения что-то это что-то не ненавидит слово неполноценным и не пыталась окей намекает на что-то в дальнейшем и на чего и на джимбе лаи к твое растов похоже я узнаю если ты еще расскажешь мне это слово оно будет последним которое ты произнесешь ты не можешь убежать от меня ты не сможешь спрятаться я уничтожу тебя одной мыслью а теперь перестань тратить мое время испугавшийся ярости в ее глазах мужчина рухнула землю презрительно щелкнув языком она снова отправляется в путь окей мы исправили так сказать историю так что он живет приветствую вас все задачи управления страной девушка стремится к совершенству и ненавидеть неполноценность возможно потому что он напоминает ей о себе ведь она понимает что при ее создании был до был упущен один из ключевых элементов о как интересно бросила ли это девушка петь и она сделает все чтобы получить его она сделает все чтобы стать полноценной а 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 Так, получили оружие. И кто правит страной? А ты уверена, что это прошлое, не просто выдумка? Это настоящее прошлое, оно определенно где-то существовало. Где-то, ключевое слово. Так, начать битву, погнали. Да, сейчас я управляю мамой. Зайти с дороги, полетать над пропастью, попробую. Что-то захотелось киберпанк, переиграть и перепройти, глядя на это. Астар, в плане... В плане чего? Потому что, ну... Истории в целом... Не, ну ты что, это... В мире, конечно, все намного... Намного хуже. Там тоже, конечно, очень веселый и интересный мир в киберпанке. И там тоже куча всего происходило. А там этот Найт-Сити ядерной бомбой взрывали раза три, по-моему. Похоже, это выход наружу. Похоже, фонарь больше не нужен, да? Мама, ты по-прежнему свет в моей жизни, мам. Муся. А, блин, я забыл полетать ей. Ну ладно. Блин, не пускает. О, боже. Да, какая компания все-таки в этот раз попалась? Ну, Астер, да, там... Эх, хорошая вселенная. Сейф для ребенка, они подобрали, что надо. Ага. Где-то я видел подобное, но не помню мне. Вот если в Геншине у Паймон тоже появится ребенок внезапно, то он обязательно должен быть с таким же голосом. М-да, если бы Йокатар делал Геншин. Мне кажется, там... Бомбило бы не только у тех, у кого... Уже, так сказать, одну вайфу порешали. Я думаю, там всех бы уже порешали давно. Ну, Астер, там же есть еще весь этот мир. Медуза. Медуза в небе. О, привет, Крис. Такой прекрасный вид. Да. О, ощущение, будто я иду по океану. Кстати, это напоминает мне о том, как моя семья ходила в аквариум. Моя сестра была в восторге, когда увидела, что все медузы светятся. Какие прекрасные воспоминания. Давай сделаем несколько своих в клетке. Хорошо? Так, ну, погнали. Войти. Пустая ниша. В голове девушки звучат голоса. Это разговоры, которые вели исследователи до того, как она проснулась. Разговоры, сохранившиеся в ее памяти. О. Так много людей погибло из-за того, что первая единица потерпела неудачу. Первая единица потерпела неудачу? Я не могу в это поверить. Каждый раз, когда она вспоминала их слова, сердце заполнялось непроглядной чернотой. Мы узнали, почему она потерпела неудачу, но если мы удалим причину и активируем вторую единицу, то они сетуют на провал первой единицы ее предшественницы. Определив причину ее неисправности, они решают удалить ее из второй единицы. Первая единица была идеальной. Я не думаю, что нам стоит что-то менять. Но если мы этого не сделаем, погибнут еще больше людей. В поисках полноценности и совершенства исследователей создали несовершенные существа. Голоса искажаются. Попреждая ее сознание. Я должна быть идеальной. Ее собственное желание теперь стало проклятием. отлично. но еще неудобно. если вы, если вы приходите, если вы, что вы хотите, что вы хотите, как вы будете, что вы хотите, что вы хотите, ну и раз посмотри на это ребят какие тут у нас интересные враги и место вторая единица отсутствует то что стало причиной провала первой единицы у нее нет правого глаза и связанных с ним функций и хоть она желает полноценности фальшивый глаз в ее глазнице бесполезен но первая единица была полноценной так что же она увидела что показал ей правый глаз ничего не вижу у меня нет ответов все что я знаю это то что я не полноценным ее фальшивый глаз служит лишь доказательством ее недостатка суматоха в городе возвращает ее к реальности восхищенные люди смотрят на девушку в белом когда ее видит ее ее тело содрогается от шока и восторга ведь девушка стоящая перед ним это первая единица которая владеет секретом создания полноценного и до собственно вот они оба и матч на кота это она девушка в белом а что пела мне кажется что я где-то видел ее раньше опа так на основе кино сделали и что ли получается тогда спустя куча времени ну ладно ладно но все к этому ведет действительно ну астер посмотрим мы насколько это все исправим конечно играет но в этой игре как бы все сложно ну да нам начали сказали что мы справили просто певецы когда мы начали за парня не ну слушайте второй акт прямо хорош я не знаю почему но мне вот это вторая единица напоминает зеро особенно вот когда показали этот арт с глазом такой блин смотришь и типа блин как бы ну окей когда видишь ее 3d модельку уже другое но тем не менее местами прямо все таки цвет кожи другой плюс еще название конечно вот этой главы proof of zero ну астер все возможно так отлично дальше битва от пол битва сюжетный диалог уже ну и битва там тоже будет кстати помню что я тебе говорил перед тем как мы сюда пришли ты уже решил что загадаешь когда восстановишь разбитую луну сказал что луна может исполнить желание что же мне пожелать ничего чего бы я пожелал возможно чтобы моя семья жила счастлива и была всегда здоровой и что в дороге это действительно то что ты хочешь парень от чистого сердца от всего сердца ну ладно вернемся к работе и и так это было третье пугало верное это четвертое ну ладно не будем беспокоиться о деталях доброго пути тут нам дадут за нее поиграть причем смотрите в этих обязательных битвах где с обязательным персонажем играть сила которая нужна 15000 так кукла с искусственным интеллектом девушка в черном прибывает цифровой мир это настоящий дом для таких и и как она девушка уверена что первая единица должна быть здесь не отправляется на ее поиски считается что первая единица была деактивирована после серьезной ошибки и все же она продолжает жить поет песни мира под новым именем и в новом обличии девушка не может понять поступки своей предшественнице она задается вопросом не связано ли это с тем что она неполноценна наконец-то я нашла тебя говорит девушка в черном в ответ первая единица поворачивается к ней лицом девушка в белом растерянно смотрит на свою собеседницу другой и готовит свое оружие ясно выражает свое желание я заберу твой правый глаз и тогда я наконец-то стану полноценной и это и 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 Прекрати это В этом есть хоть какой-то смысл Заткнись Да что ты знаешь Меня всю жизнь сравнили с тобой Я должна стать полноценным Это то, что от меня требуется Я была провалом Тебе не нужны мои данные Я должна узнать, почему ты стала провалом Если я хочу руководить этой страной Почему? Почему никто не понимает? Старение можно включить Ну астер Это в лучшем случае такое случится А в худшем она сойдет с ума и уничтожит себя Так, еще чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok Первая улыбка появляется на лице девушки в черном Объект ее одержимости теперь так близок Другая девушка сопротивляется Подносит руку к глазу Ближе и ближе Затем С огромной силой она вырывает его Из нее Но в момент, когда она помещает Украденный глаз В свою собственную пустую Глазницу Ее сознание Рассыпается Мысли о злодеянии Которые она сделала в прошлом Пронеслись в голове А вслед за ними Прилев вины К сожалению И то, чего не хватало Девушки в черном И то, что теперь у нее есть Это совесть Нет, я Люди, которые называли меня Полноценной Предупреждение переполняет ее память Ее чувство разрушается И она исчезает Тишина виртуального пространства Совершенна Девушки виртуального пространства Девушка в белом Дотрагивается до терминала И отправляется посмотреть Что стало с внешним миром Потеряв во время войны Правящая ей Страна прекратила свое существование В течение нескольких месяцев Девушка в белом Хотела искупить Свои ошибки Подарив людям песни И молитвы Она хотела Что я пыталась сделать После того, как у нее отняли Совесть Девушка Превратилась в пустую оболочку Ее вопрос Поднимается вверх И исчезает на ветру Бесконечно шепча На фоне Кладбища пустых зданий Ну что, ребят Хэппи-энд Да Хэппи-энд Прямо некуда Итак Ты хорошо потрудился И пришло время Получить оплату Это то, что тебе нужно Для того, чтобы восстановить Разбитую луну Лунный фрагмент Неужели одного фрагмента Недостаточно, чтобы закончить работу Мне действительно нужно Побыстрее вернуться домой Нет Ты должен продолжать идти вперед Просто делай то, что говорит мама Хорошо? Как угрожающе Опа Телевизоры Телевизоры Это Такий же телевизор Который у нас есть Вы попытайся вспомнить Это Твое собственное Юдзуки Обычные дни Библиотека отчаяния Запах книг наполняет библиотеку Городской старшей школы Глаза мальчика бегают По страницам Сложного технического руководства Единственные звуки Скрежут пальцы по бумаге И слабые крики студентов снаружи Библиотека Это отдельное место Это его Светилище Место его покоя Ты видел вчера ту штуку? А, боже, я был так рад Но не в этот день Болтовня других учеников Вызывает у мальчика Раздражение Эй, зацени Но это уморительно Не выдержав Нарушение привычного уклада Мальчик закрывает книгу И оставляет учебу Ты знаешь Акаги С третьего курса Боже Как бы я хотел обойти ее Чем ты хочешь заняться после этого? Я знаю, куда мы можем пойти Эй, мы собираемся Пойти в игровой зал Хочешь пойти с нами? Прекрати Ты же знаешь, что он любит быть один Бросив произведительный взгляд На остальных студентов Он без единого слова Покидает библиотеку Слова и поступки одноклассников Только усиливают его одиночество Но он уже привык к этому Ой, вы только посмотрите на время Мне нужна больница Путешествие к спасению Он идет по холодному и стерильному коридору больницы Которую он побывал уже не один раз Романт антисептика Успокаивает его душу Это снова он Он снова пришел с визита Какой хороший сын Так навещать каждый день Помните, царит полная тишина Если не считать Непрерывного писка Электрокардиограммы Женщина В кровати Это его мать Хоть она мертва Для всего мира Он потихоньку начинает Приводить в порядок Ее комнату Он меняет в вазе Завязшие цветы На свежие И более энергичный букет Который пахнет весной Это фиалки Любимые фиалки его матери И она была в восторге Когда получала их в подарок Она страдает От хронического заболевания сердца Из-за которого постоянно Попадает в больницу Он отдергивает занавеску Пуская в комнату Теплый солнечный свет О, ты пришел Нет, мама Говорит он Когда она пытается Сесть Просто отдыхай Ее бывший муж Отец мальчика Довел и без того Хрупкую женщину До предела На полу валяется Рванная семейная фотография На ней Он запечатлен с родителями И старшей сестрой Которая после развода Уехала жить К отцу Фотография Это все, что осталось От того мимолетного Мновения счастья Так, ребят Походу Теперь мы знаем Больше про эту семью И почему они развелись Закончив Мальчик Садится рядом с матерью Его сердце Сжимается в груди Когда он смотрит На ее Благодарное Выражение лица Его отец Избивал его мать Больше раз Чем он мог сосчитать Насилие было Настолько сильным Что его мать Больше не могла Этого терпеть Я сделаю все Что в моих силах Она подарила ему Столько счастья В детстве Он вкладывает все силы В учебу Чтобы стать врачом И найти способ Вылечить ее Теперь он посвящает ей Всю свою жизнь Да Мало тлена было Да Давайте еще То есть Как бы Мама Это было Мое прошлое Что здесь происходит Ты каждый день Проводил рядом с матерью Ты можешь переписать Эту честь Своего прошлого Понимаешь Я имею ввиду Если бы Ты это захотел У меня даже не было сил Изменить Настоящее И ты думаешь Что я смогу Переписать Прошлое Я просто не знаю Смогу ли я В это поверить Я понимаю Но если ты восстановишь луну Я уверена Это возможно Наверное Мне просто нужно найти Другой Осколок луны Не так ли Наверное Мне просто нужно найти Другие фрагменты Луны Просто будь честен Малыш Ты хочешь Остаться с мамой Ага Как будто Ну или ничего подобного Ну что ж Ребят Вот на такой Грустной Ноте Мы на сегодня Здесь остановимся И продолжение Следует